Всем привет! Продолжаем путешествовать, немножко знакомиться с Италией, с Римом. Сегодня хочу показать вам фонтан Тритонов. Фонтан в Риме на площади Пьяцца Бока-де-Ла-Веррито перед базиликой Санта-Мария-Ин-Космедин. Но надо сказать, что этот фонтан как бы следует отличать от одноименного соседнего фонтана Тритона, Лоренцо-Бернини, расположенного на площади Барби-Ини. Но там один Тритон, а здесь вот вроде как два. Находится он у храма Геркулеса, как раз между памятниками древнего средневекового периода Арка Януса, храм Геркулеса, храм Портунуса и базилики Санта-Мария-Космедини. Папа Климент XI приказал построить памятник, свою собственную память. Действительно не совсем ясно, почему понтифик решил воздвигнуть фонтан в районе, который был в общем не здорово заселен, разрушен и подвержен разливами реки Тибр. Я пользуюсь Википедией. Фонтан был завершен в 1715 году архитектором Карла Франческо Беззакери во время работ по размещению площади перед базиликой. Кстати, недалеко здесь находится так называемый уста правды. Но помните такая круглая штука? Туда надо руку вставлять. Если ты в общем не лжец, все будет нормально. Если ты лжец, тебе там и захлопнет. А раньше говорят этой круглой штукой затыкали клоаку. Ну это так, ремарк. Так вот, сейчас мы смотрим на фонтан Тритонов. Конструкция главного бассейна представляет собой восьмиугольник с вогнутыми сторонами. Или скорее восьмиконечную звезду, которая была геральдическим символом семьи папы Альбании. В центре находится группа скал, на которых два тритона стоят на коленях с цепкими хвостами и поднятыми руками, поддерживая на плечах большую устричную раковину, служащую верхним бассейном. Между двумя тритонами находится герб понтифика. Надо сказать, что фонтан долгое время был без воды, но запас воды, хотя и довольно скудный, был восстановлен. Последняя реставрация фонтана была в 2010 году. Вот и все. Пока-пока. Всем привет. Сегодня мы посмотрели фонтан Тритонов, который находится в Риме. Хороший, кстати, городок. Будете там проходить? Раз, посмотрели, а я вам об этом уже рассказывал. Вот все. Всем пока. Всем привет. До свидания.